Всем привет, с вами Аракис. В этом выпуске поговорим о таком монстре как Армагос, он же представитель семейства стихии ветра. Для начала рассмотрим всех монстров семейства этого типа по стихиям. Итак, первый на очереди Огонь, он же Урша, Урка, Чурка, как его только не называют в простонародье. Первый скилл, как и у всех мишек, то есть понижает полоску атак бара. Шанс срабатывания растет по уровню прокачки этого скилла. Вот, также второй скилл у него массовый, он наносит урон от максимального здоровья своего, также ослабляет атаку всех монстров, конечно же, если срабатывает, то есть это массовый скилл. Третий скилл провоцирует всех врагов, то есть Агар 70% шанса отражает урон на 3 хода. Ну, заключительный итог, в принципе, по этому монстру, так как его на арене я не вижу и данный гайд будет посвящен все-таки более затяжному этапу игры, то есть не начальному, не тогда, когда вы там 10-15 уровень. В принципе, на этом этапе любой монстр для вас может играть большую роль и в каждой ситуации он где-то заедет, где-то нет. Я все-таки рассматриваю топ из представительства этого класса. Мой вывод, итог простой, это корм. Урса, корм. Итак, следуем дальше. Перейдя к следующему, вода, он же Дагора, или Дагора, не знаю как, кто его так называл. Вот, излюбленный фармер вулкана многих, особенно на начальном этапе, так как он не сильно требовательный к рунам. А если одеть, так скажем, получше руны, то он может и на 5 звезд фармить хелл вулкана, что в принципе неплохо, особенно для начинающих. Вот, подобные монстры ему это, конечно же, Рина, но о ней как-то попозже. Вот, ну и есть и минусы в этом, так как он очень долго фармит вулкан, хоть и уверенно за счет своего подхила со второго скилла, вот, а также воскрешение с третьего скилла. И если делать вывод о Дагоре, лично мой, сугубо мой вывод, и я думаю большинство игроков у самой Нарвар поддержат меня, что Дагора никчемный, толстый мешок для битья. Особенно это понимают те, кто сталкивался с ним в башне, то на одном из этажей. Здоровья в принципе много, да, много, брони средней, лупить его долго, в ответ он ничего тебе в принципе не может сделать, а просто терпит и рано или поздно просто-напросто скопытится. Мой итог о нем в поздней игре уж точно корм, так как максимум его предел это 5 звезд для фарма вулкана. Вот и все. Итак, переходим дальше, пропустим ветер, перейдем к свету. Прошу прощения, буду проверять, так как использую другую программу, запись может спрыгивать. Мобизен у меня тормозит, не знаю, кто может, подскажите, записываю видео, видео очень сильно тормозит. Это новая версия Мобизен. Итак, перейдем к Луши, представитель света. Персонаж, ну в принципе он подобен Дагоре в чем-то своем, вот только отличие третьего скилла у него. Вот. Нанести он урон, конечно же, может. Кстати, пропорциональный врагу, пропорциональный максимальному здоровью его врага. То есть той цели, которую он будет атаковать. Но по факту и на деле, встречая его раз, может, в 3 месяца на арене этого монстра, чаще я его, ну не видел, так в принципе последние пару месяцев его вообще ни разу не видел. Монстр просто стоит в стане, либо ничего толкового не может сделать против меня. Я и в принципе уже и бои против него не помню. Ну, я бы его, наверное, запомнил, если бы он вынес бы всю мою пачку, или хотя бы хоть какой-то стоящий урон бы нанес. Ну, конечно же, все зависит от рун. В топовые руны, если одеть ей этого Лушу, он тоже что-то выдаст. Вот. Вывод. В принципе, простой и короткий. Луша, корм. Перейдем дальше. К тьме. Двухзвездочный. Изначально. Вот. Где он у нас? Одну секундочку. Вот. Его зовут Горга. Вот. Представитель Горга. Более юзабельный, конечно же, монстр своего семейства. Не считая ветер, конечно же. Из-за своего третьего скилла. Вот. Так как этому мишке можно сделать всего-то 30% шанса крита, и если взять в учет его третий скилл, у него при атаке, им же получится шанс в 100% крита. И при крите, как вы видите, вот, читая его третий скилл, описание, вот, он дополнительно станет ту цель, которую атакует. Плюс наносит хороший урон, так как урон пропорциональный своему максимальному хп. Что скажу по поводу рун на него? Я бы одел его, ну, скорее всего, в Violent плюс Energy, либо другой какой-то сет. Это уже будет зависеть от допов и вообще то, что у вас есть. Ну, в принципе, наверное, идеальный сет для него был бы. Я рассматриваю лишь свой вариант. То есть на него можно любой вариант одеть. Так как если я сегодня дрался против Хлои, у которой Despire стоит, я уже ничего не удивляюсь. Вот. Я бы на него одел бы Violent плюс Energy, либо защиту. Либо защиту, которая, чтобы вешать щит всем союзникам на три хода в начале игры. Вот. В слоты 2, 4, 6 поставить можно хп, крит дамаг и хп. Также разогнать допов по максимуму хп и крит дамаг. Вот. Плюс не помешает немного резиста. Ну, как немного, в принципе, чем больше, тем лучше. И скорость. Скорость не критична, но тоже не помешает. На арене встречается, не скажу, что часто, но присутствуют игроки. И, так скажем, извращенцы, которые его используют. Ну, не знаю. Если честно, на своей практике я еще не видел такого, чтобы вау, офигеть, ничего себе он выдал. Прокачаю себе таких же двух и буду нагибать арену. В общем, мой итог по поводу этого персонажа. Ну, корм. Его есть намного лучшие, более юзабельные персонажи. Он не стоит, я считаю, 6 звезд. Траты на него времени. Это разве что у вас уже там, я не знаю, 30-40 6 звездочных монстров. И вы уже просто издеваетесь и не знаете, что прокачать. Хотите более разнообразия, количества. То, в принципе, да. Можете, терзайте. Ну, и перейдем к долгожданному нашему монстру. Стихии ветра, он же рамагос, рама. О нем можно поговорить намного больше. Вот, где наш красавец. Вот, приступим. Сразу покажу, наверное, все-таки своего раму. Да, будет проще. Где мой пушистый. Так, думаю, сделаем так. Вот, наш рама. Вот. Первый скил у него, как и у всего класса. Вот, перейдем к скилам. Вот. Понижает атак бар на 25%, с 50% шансов. Конечно же, если прокачать скил, то шанс вырастет до, сколько там у нас, 85% получается шанс. Ну, в принципе, фактически всегда он срезает атак бар. Конечно же, на огонь проходит гланс часто, и он не режет, так как это все-таки противоположная стихия. Второй скил у нас восстанавливает хп, плюс дает защиту на два хода, что помогает ему выжить в самые критические моменты. Ну, и третий скил, конечно же, мех самый излюбленный. Почему его, в принципе, и юзает этому монстра. Вот. Но, скажу так, механика довольно проста, хотя лично я думаю, я, как и многие игроки, даже до описания этого гайда по раме, некоторые игроки спрашивали, а как же правильно работает его третий скил, от чего он зависит и вообще. Его урон напрямую зависит от того, сколько не хватает. Это в данный момент хп у самого рамы. Вот. Следовательно, если, к примеру, у вашего рамы, ну, допустим, 20 тысяч хп, да, и его ударили, опять же, к примеру, на 10 тысяч, то при использовании третьего скилла сразу же, допустим, либо после того, если его бить не будут, он нанесет ровно 10 тысяч урона. То есть, тот урон, который не хватает до максимума ему. И что самое важное, по любой стихии он нанесет этих 10 тысяч урона, невзирая даже на баф-защиту, родную защиту монстра и прочие варианты. Единственное, конечно, это не защитный, ну, урон не пройдет, и никакого урона не получит цель, которую вы атакуете, а на нем будет висеть щит неуязвимости, к примеру, от Хлои, там, от Нил, ну, вы понимаете меня. Вот. То есть, так званый, он наносит чистый урон. Кто играл в Варкрафт и знаком с уроном таким, как Хаос, тот меня, я думаю, поймет. Ностальгия. Вот. Дальше по скиллу. Если вы добиваете цель третьим скиллом, вам дается дополнительный ход. Вот. И в этот момент вы можете либо себя подхилить вторым скиллом, либо ударить того, кто, в принципе, либо вы можете его добить, либо вам нужно срезать срочный мод от Акбар, к примеру, в часунке, там, или еще кому, так как она походит и восстановит там кого-то, либо еще что-то сделает. Тут уже, конечно, будете решать сами по ситуации. Это уже от практики работает. Тут я вам никак не смогу подсказать, что лучше юзать. Вот. И, в принципе, подробнее, да, все-таки расскажу о своем раме, а точнее, это его старший брат, так как первый у меня был еще в начале игры. Достался он многим в начале игры, как и мне. В принципе, кто-то его скормил, кто-то использовал. Спросив в чате о том, вообще, нужен ли он мне, и что это за монстр, мне однозначно сказали, качай, он тащит и вообще. Вот. Начал я его качать, одел в 3 сета энерджи, что, кстати, поначалу для него является топовым. И в допах у него было процент хп. 2, 4, 6 слоты, руны слоты. Одну секундочку. Вот. Руны были 2, 4, там, 3 звезды даже. Может, 5 звезд на нем что-то было такое поначалу, конечно же, ну, как и у многих. Поэтому дикой силой он не выделялся. Но иногда я его начал использовать на арене. Убедился в том, что он единственный персонаж в игре. Отчасти можно, конечно же, сравнить его с Тревором. И его обладатели меня поймут, особенно, когда это чудовище в вампир рунах. О, этот Тревор. Да, уж. В общем, вернемся к раме, который может решить вам исход боя. В вашу сторону. Даже когда вы уже готовы нажать кнопку покинуть поединок, ваш рама вытягивает, ну, немыслимые бои. Я думаю, многие меня поймут, так как вспоминают свою, назовем ее, молодость в этой игре. Вот. Я его докачал до 5 звезд по максимуму. И использовал почти всегда на арене, так как альтернатив у меня не было. Вот. И он меня редко подводил. Но потом, не помню, честно говоря, почему, я его скормил. И не использовал, конечно же, где-то месяца 2-3, может даже больше. Но потом мне попадались рамы на арене, на ГВ, которые в соло ложили всю мою пати. И я еще кричал, там пенился, думал, боже, как же так, это одно пушистое чудовище выносит все. Так как я еще толком не понимал, как против рамы драться, и что использовать против него. Так как один неверный ход зачастую приводил к тому, что этот плюшевый Винни-Пух рассказывал всей моей патии, почему нынче, не знаю, там, на привозе мед. Вот. И решил вновь его прокачать. В течение нескольких дней я его качанул. И уже, его уже ждали, естественно, руны, которые, кстати, сейчас на нем. Вот. Перейдем немного к рунам. Где его можно использовать? Да, в принципе, везде. Начиная с арены, атаки, защиты. Также на арене ГВ, также атаки и защиты. Заканчиваю соло-фармом гиганта Б-10. Но для этого, конечно же, вам понадобятся очень хорошие руны, достойные руны и хороший резист. Для того, чтобы вас по дороге просто не застанили и босс в конце не шотнул. Вот. Перейдем к рунам. Мой рамы одет в сет Немезис. Вот. Плюс вампирик. Плюс вампирик. Так же, как и у большинства его обладателей. Так как, нанося, к примеру, 30 тысяч урона с его третьего скилла, он восстановится на 35%. Это чуть больше, там, 10 тысяч. Вот. И если мы добиваем цель, а это практически всегда, мы можем отхилиться вторым скиллом, если вам не хватает. Мой хилится приблизительно, я честно не помню, по-моему, на 12 с половиной тысяч. И в итоге быть практически фуловым. Вот. Немезис же сет дает нам дополнительную, так скажем, скорость. Ибо рама сам по себе медленный. Так же разберем такое понятие, как контрарами. Кем же лучше его бить, когда он против вас на арене, либо ГВ. Мой взгляд. Чисто мой вариант. Ну, я думаю, многие согласятся все-таки. Если он один, я убиваю его, конечно же, Катариной. Это мой вариант. Ибо она... Ни одна рама не выдерживает 60 тысяч урона, которые выдает моя Катарина. Вот. Так же вам поможет контроль. То есть, станы, агр, к примеру, тот же, ну, не знаю, Ахман. Первым скиллом он может заагрить. Следовательно, рама не использует ни второй, ни третий скилл. Так же слив от Акбара, к примеру, ну, самый популярный, наверное, вот один на один с рамой. Это хва, которая, средняя даже хва, всегда вынесет чуть бы не топовую раму. Вот. Ну, это тоже, конечно же, зависит от прока, как прокатит пассивка. Так же, как и у рамы будет работать резист. Вот. И самое главное, это хороший... Хороший ДД, который, если, к примеру, взять, ну, кого, ту же вальку. Если на вальку кинуть баф атаки и кинуть разлом рамогоса, то, в принципе, раму можно удалить, ну, на 30 и более тысяч вторым скиллом Катарины. Вот. И у вас, конечно же, это не составит никаких трудов убить раму. Не настолько он страшный. Порой даже одного удара ДД хватает. Ну, и в конце приведу видео с атаки на арене, как часто используют, как используют его, в принципе, многие, так же, как именно использую его я. И в конце видео это будет бонус-ответ на популярный вопрос в игре, который часто задавался. И, в принципе, я им задавался, а сколько же, блин, я уже играю в эту игру. Так, вот, к примеру, такой вот ДД ранее на арене для меня был каким-то неубиваемым, так как через вальку, естественно, я не мог осилить такой ДД. Тут есть валькирия, которая восстановит, точнее, воскресит того, кого я убью. И так далее. Флюкчасунка, которая восстанавливает, балансит. И вират, который делает это пати очень быстро. Ну, попробуем вот таким вот составом, который у меня сейчас есть. То есть, к примеру, здесь выставлено Ромагус. И так, пати достаточно быстрые, поэтому приходится юзать маньяк. Комментировать, в принципе, здесь особо излишне, что первым я стараюсь убить Веромоса. Также, если срабатывает дополнительный ход моего Тесса, то я буду бить ведро для того, чтобы убрать пассивку. Так как сейчас вот, часунка сбалансит. Ну вот, не успел немного добить. Параллельно они сливают моего Раму. Если у Ванессы ХП где-то до 30 тысяч, то она умрет. Сейчас попробую параллельно. Ну вот. Угу, добьем его же. Не получилось. Бои иногда, конечно, затяжные получаются, вплоть до выскакивания надписи ничья. Так, сейчас попробуем. Ну, видите, чуть-чуть не хватило, но добиваем. Самая главная проблема тут была, конечно же, Ванесса. Ифрид мой одет через урон, то есть, фактически как ДД. Четвертый слот у него на КД. У него около 155 или 160 КД. Правда, шанс крита маленький, 40. Но все равно он выдает свой урон по 12-13 тысяч в раскол. Ну, и раздражающая чесунка, конечно, в Виоленте. Так вот, я думаю, да, лучше подхилиться. Минус, конечно, такого противостояния в том, что Веромос может бить кого угодно. То есть, не только нашего Раму. Раму он сейчас бьет из-за того, что он самый слитый. Ну вот, вы видите. Тонких персонажей Рама быстро решает. Также Рама хорош будет против Камилы. Особенно, если они остаются один на один. Зачастую Рама, ну, в принципе, 9-10 случаев. Если вы там не затупите, либо там дико не прокнет Виолу у Камилы, вы ее убьете Рамой. Ну, все-таки, конечно же, зависит от рон. В Ампирике вы ее убьете. Ну вот, приблизительно вот так у меня часто заканчиваются бои на арене. Итак, в конце видео я, как и обещал, отвечу на один из самых популярных вопросов в игре. Сколько же я нахожусь в этой игре? Точнее, когда я зарегистрировался? И сколько в сумме я уже играю? Думаю, для таких игроков, которые играют больше нескольких месяцев, полгода, год и более, этот вопрос достаточно интересен. И кто не знает этого, есть один из способов, хотя, в принципе, это на данный момент единственный способ и способ, насколько мне известен, как узнать, сколько в этой игре в точности фактически до нескольких дней. Итак, вот, для того, чтобы вам узнать, нажмите на вот эту вот кнопку, она у вас есть под эвентом. Если у вас нет программы, вам Google Market предложит скачать ее. Скачайте это Google приложение, игр, там ведется ваша статистика, некие ачивки получаете за это. Это, в общем, не особо нужная фигня. Вот, и нажимаете на середину, на центральный. Вот, и здесь у вас вылазит достижение. Если у вас не выбрана игра с Monor War, вы, конечно же, ее выбираете. Или ставите в самый низ, здесь, по-моему, 20 достижений, да, их 20, которые вы, скорее всего, уже давным-давно сделали. И смотрите на самое нижнее, то есть одно из первых. Вот, и здесь написано, вот, к примеру, Joy Victory, первые победы на арене. Вот, один, первый сет. То есть, к примеру, вот, 15 февраля я прошел, сделал, точнее, одно из этих заданий. Вот, и судите по самому первому числу, так как одно из первых заданий вы делаете буквально чуть бы не в первый, там, второй, третий день уж точно. Вот, и с этого вы можете приблизительно посчитать, сколько же вы находитесь в этой игре, суммируя до этого дня или месяца. Ну, вот и все, что я хотел рассказать. Думаю, данный гайд был кому-то полезен. Думаю, также и старыми игрокам, которые давно в игре, каждый, думаю, вынес для себя что-то интересное из этого видеогайда. Спасибо вам за просмотр данного видео. Будут вопросы, обращайтесь в ВКонтакте, либо в комментарии под видео. Всем удачи, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok